Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Последнее время вы часто меня просите рассказать о расширении грудной клетки. Возможно это или нет. О дыхательных приседаниях и пуловерах. Видать вам лень пересматривать мои старые видео и статьи. Ну что же, в очередной раз расскажу вам максимально подробно, как, что это, кому это поможет и когда это нужно делать. Напомню вам, что вы можете приобрести две мои книги, отдельно для мужчин, отдельно для девушек, о всех тонкостях тренинга, питания и восстановления. Обязательно, если хотите разбираться во всем этом, напишите мне в личку, и я отвечу вам, как вы можете это сделать. Особенно, друзья, если вы являетесь тренером-инструктором, вы просто обязаны изучить эту литературу. Соглашаться с ней, не соглашаться, это будет уже ваше личное дело. Но если вы взяли на себя ответственность, смелость тренировать людей, вы просто обязаны изучить эти книги. На самом деле, друзья, приседания это лучшее упражнение, которое только может быть. Оно поможет вам и похудеть, и набрать мышечную массу, и стать сильнее, выносливее. Поможет в раскачке отстающих мышечных групп. Об этом я уже не раз рассказывал в своих видео и статьях. Перечитайте. Что же такое дыхательные приседания, пулловеры, и кому они помогут? На самом деле, друзья, ответ на этот вопрос и да, и нет. Действительно, с помощью дыхательных приседаний и пулловеров можно расширить свою грудную клетку. Но, если вы подросток, у которого не закрылись зоны роста, теоретически это можно делать до 25 лет. Естественно, чем ближе вы к данной дате, тем сложнее вам это сделать. После того, как ваши зоны роста закрылись, сделать это уже будет практически нереально, невозможно. Поэтому, приседаем, расширяем грудную клетку максимально возможным, как раз таки, пока вы подросток. 16, 20, 22 года. Самое время приседать, 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 подтягиваться, отжиматься от брусьев. Научиться грамотно делать становые тяги. Посмотрите на пловцов, которые начали свой путь в данном виде спорта с пеленок. У них мощные грудные клетки. Естественно, они вряд ли приседают, но они очень много дышат. Делают специальные дыхательные упражнения. Что же такое дыхательные приседания? Дыхательные приседания, друзья, это когда вы берете штангу, с которой можете присесть 15 раз и делаете следующим образом. Начинаете делать глубокие вдохи и выдохи. На пятом вдохе вы задерживаете дыхание, максимально наполнив грудную клетку воздухом и опускаетесь в глубокий присед. После чего встаете и только после этого делаете выдох. Следует серия очередных вдохов-выдохов. И на пятом вдохе снова задержка дыхания, глубокий присед, встаем, выдыхаем и очередная серия вдохов-выдохов. В идеале нужно сделать 25 повторений. Естественно, что сделать это сразу будет нереально. Вы уже на шестом, на восьмом повторении почувствуете многие головокружения. Нужно быть очень и очень внимательным и осторожным. Поэтому начинать нужно с 12-15 повторений и делать всего 3 вдоха. На третьем вдохе задерживать дыхание, опускаться в присед и вставать. Постепенно, плавно, с нарастанием вашего опыта в данном упражнении, вы обязаны поднять количество приседаний до 25 и соответственно до 5 вдохов. На пятом вдохе необходимо будет задерживать дыхание. Делаем поначалу тоже один такой подход. После чего сразу же переходим к буловерам. Здесь нужно обратить внимание на высокую травмоопасность данного упражнения. Выше, чем на приседе. Почему так происходит? Дело в том, что основные рекомендации при таком дыхательном пуловере это в момент опускания рук за голову необходимо опускать таз вниз для того, чтобы больше растягиваться. Но это травмоопасно для позвоночника. Поэтому я рекомендую, если и опускать таз, то очень-очень незначительно, плавно. А поначалу вообще делать без опускания таза. Дыхание в буловерах проще. Делаете вдох, выдох, делаете вдох, задерживаете дыхание, плавно опускаете руки за голову, возвращаете их в исходное положение. И очередной вдох, выдох, вдох, задержка дыхания. На проблётном уровне можно тоже доводить до трёх вдохов. На третьем вдохе задерживаете дыхание. Если на приседах у вас будут звёздочки, то здесь, на пуловерах, вы уже будете конкретно чувствовать, что можете потерять сознание. И я видел людей, у кого происходил такой казус. Будьте очень и очень внимательны. Контролируйте себя. Если вы чувствуете, что вам уже совсем плохо, остановитесь, не продолжайте выполнять упражнения, отдохните. Важное замечание. Ни в коем случае, друзья, нельзя садиться или тем более ложиться после таких приседаний и после таких пуловеров. Вообще запомните для себя, как правило, если хотите сохранять хорошее здоровье, никогда между подходами не садитесь, насколько бы тяжёлым он ни был. Идеально медленно ходить и дышать. Запомните, друзья, ни в коем случае не садитесь или, не дай бог, не ложитесь. Многие это делают. Это реально опасно. Кстати, часто задают вопрос, почему в Америке многие тренируются в бейсболках. Я тоже раньше не понимал этого, но на собственном опыте убедился. И могу вам сейчас ответить. Дело в том, что когда тяжело тренируешься, особенно здесь, во Флориде, несмотря на кондиционеры, ты очень сильно потеешь. И пот, в буквальном смысле, заливает глаза. Щипит глаза. В общем, неприятно. А когда вы используете кепку, кепка сохраняет ваши глаза, пот не течёт, и вам гораздо-гораздо проще сосредоточиться на выполнении упражнения. Вот и всё. Конечно, многие для понтов носят, но это больше чёрные. Они здесь, я вижу, зимой даже, ой, извините, летом даже ходят в шапках тёплых. Но такова культура. Не стоит обращать на это внимание. Тем более, это не наше с вами дело. Что касается, как внедрять дыхательные приседания и буловеры в свою тренировочную программу. Вы можете, конечно, делать это отдельным днём. Но отдельно дыхательные приседания вы можете делать в день ног, как я сделал сегодня. Сначала сделал основную программу приседаний, затем сделал дыхательные приседания. А потом пошёл уже сгибание, разгибание, русские наклоны. Когда вы наберётесь немножечко в этом опыта, вы можете, да, друзья, включать дыхательные приседания в начале тренинга. В принципе, в любой день. Вы просто будете шокированы эффекту. Не только в расширении грудной клетки, но и в общей массе, в общей выносливости. Сделав такой подходик, один достаточно, вы можете отдохнуть минут 10, после чего приступать к вашей основной тренировке. Самое главное, мониторите себя самостоятельно. Следите за своим состоянием. Самое главное, не перетренировываться. Вы знаете, а я надеюсь, что если вы слушаете, смотрите мои видео, вы знаете, что натуралу не стоит тренироваться каждый день. Через день, а то и через два. Самое главное, это восстановление. Естественно, хороший сон и питание. Дориан Яс не зря говорил и делал основной упор, что мы должны строить свой план тренинга, исходя из наших возможностей. В восстановлении, в отдыхе, в сне ночном и в питании. Если хоть какая-то одна из этих составляющих хромает, не стоит сильно перегибать палку с тренингом. Мы будем только вредить себе. Не будем двигаться вперед, а будем стоять на месте, а может быть даже и скатываться назад. Будьте, друзья, последовательны. Очень плавно подходите к любым изменениям. Запомните, что приседания очень важны. Если вы не приседаете, срочно меняйте свой подход к этому. Не важно, грыжи у вас или протрузии. Обязательно в начале тренинга делайте экстензии. И гиперэкстензии в конце каждой тренировки. Не важно, есть у вас проблемы со спиной или нет. Это поможет и в избавлении, если у вас уже есть такие проблемы. И это с гарантией излечит вас от любых проблем. Именно для этой проблемы, повторяюсь, и был создан этот станок. Человека подняли из инвалидного кресла. А врачи говорили, что он даже ходить не сможет. Но Луи Симмонс, который изобрел данный станок, не просто встал, а вернулся в большой спорт, где устанавливал новые мировые рекорды. И в приседе, и в становой тяге. Это не сказка. Вы можете погубить, почитать об этом великом человеке. Я всем вам желаю такую же волю, мощь, силу без травм. И обязательно, друзья, делитесь данным роликом в своих соц. сетях. Это лучшая благодарность для меня и для канала. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, пишите, что вам не понравилось, и смело ставьте дизлайк. Отдельная просьба, кто уже опробовал на себе в молодости или сейчас проходит эту методику, расскажите, поделитесь в комментариях с вашими достижениями, вашими результатами, ощущениями. Я уверен, что подписчикам и всем, кто смотрит данный ролик, это будет очень и очень интересно. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить разной информацией. Не забывайте, что вы можете присылать свои вопросы в комментарии. И я обязательно на все вопросы отвечаю. Вы это видели. А на некоторые, как вот на данный, даже снимаю видеоролики. Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры подогнал «Симон»!